В день чествования 50-летия супружеской жизни семьи Фролова. Сегодня у вас, уважаемый юбилеар, золотая свадьба. И если в мире разные годовщины свадьбы отмечаются и называются по-разному, то во всем мире 50 лет – это золотая свадьба. Большое счастье, когда два человека обретают одну судьбу на двоих и идут вместе по жизни, преодолевая все невзгоды и трудности, и, конечно, переживая счастливые моменты. Прожить вместе 50 лет немногим удается, поэтому такое торжество празднуют по-особенному. 12 августа 1972 года Анатолий и Тамара вступили в законный брак. Анатолий Анатольевич помнит тот день до сих пор, но тогда у него были немного другие эмоции. Не похоже, наверное. Что-то волнительно, а там как-то по-другому это все. Времени этого было, понимаете. Наверное, там раньше совершенный подход другой. И вот на нашей фотографии первое, что замечает, у нас там как председателя сельсовета была регистрация, и портрет Подгорного висит над нами. Я говорю, только рюмки ему не хватало, но тогда нельзя было. Время было такое. Ну а так людей тоже было много. Роловы познакомились на улице, долго встречались, пережили расставание, когда Анатолий Анатольевич уходил в армию. А сразу после службы поженились. И получилась большая дружная семья. Пятеро детей, десять внуков и уже два правнука. И как вспоминает Тамара Ивановна, всегда им помогали и поддерживали родители. С нами прожили его, моя 34 года, но моя потом уже приехала, потому что жила рядышком. Так что, чем больше семья, мне кажется, вот такие, куда две, ну два поколения под одной крышей, не получается где-то поссориться или еще что-то. Ну как, я буду ругать его или еще что-то не так сделай, если тут его мать или моя. Ну зачем это надо? То есть здорово, когда две семьи вот такие. Ну, по одиночке, они как бы одиночные, не было мужа ни у той, ни у другой. Но в то же время они с нами проживали и очень здорово. И помогли снять им. Чтобы вы друг другу проживали сегодня? Чтобы не влеть. И только-то. Отлично. Да? Без здоровья даже деньги не нужны, понимаете? Потому что настолько ли тяжело бывает, когда, ну, ничего, кажется, не хочется. Но в то же время он пришел, поцеловал, побоялся, пошло. Сейчас, спустя столько лет, они стали друг для друга самыми родными и близкими людьми. В семье Фроловых самое главное – это уважение, терпение и, конечно, любовь. Помню в свое время еще мне родители говорили, со временем, когда создаешь семью, из года в год, самым близким человеком для тебя становится супруг или супруга. Как бы это ни звучало, даже ближе, чем родители. И с каждым годом я правильность этих слов понимаю, что на самом деле все больше и больше. Потому что этот человек, который всегда рядом с тобой, всегда придет на помощь, всегда поддержит, когда бывают определенные обстоятельства, пожурит, замотивирует, поможет. И вот именно спустя пол века совместной жизни, наверное, подкрепляются вот эти вот слова. Как нужно друг друга уважать, любить, ценить, поддерживать во всех трудностях в семейной жизни. Ведь за эти годы наверняка было все. Но все вы выстояли, все преодолели и двигаетесь дальше рука об руку. Отношения супругов ежедневно выстраиваются из мелочей на протяжении многих лет. Это большой кропотливый труд, требующий терпения и заслуживающий уважения. Наталья Ивашевская, Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, Телеканал «Русский Север».